Столичная галерея Гарри Татинцана представляет творчество американского гиперреалиста Чака Клоуза. С конца 60-х годов этот фотограф и художник экспериментировал с детальными полароидными снимками, с гиперреалистической живописью и многими другими техниками. Перед любой его картиной ты чувствуешь, что не можешь стоять на месте. Хочется подойти, отойти, снова подойти, даже прислушаться. Поверхности холстов и мозаик разлинованы, как нотные тетради, а цветные ячейки служат нотами. Их не семь, а много больше. Это в сущности цветовые аккорды. Сам Клоуз так и говорит, я работаю с цветовым эквивалентом музыкального аккорда. Присмотрелась и прислушалась к его картинам и гобеленам Алия Шерифулина. Двухметровый Чак Клоуз – автопортрет, вытканный на старинной бруссельской фабрике гобеленов. От имени художников встречает гостей. К этому проекту в галерее готовились больше года. Первая персональная выставка Клоуза в Москве. В Петербургском Эрмитаже его экспонировали еще в конце 70-х. На выставке американского искусства самой загадочной и шокирующей была именно его работа. На холсте имитации фактуры черно-белой фотографии. Сама техника Чака Клоуза – это была определенная революция в современном искусстве. Так как Клоуз изучал все виды техники, был прекрасным живописцем, он прибегнул к технике старых мастеров. Техника старых мастеров заключалась в нанесении масштабной сетки на холст. То есть он соединил фотографию и вот эту технику масштабной сетки, таким образом нанеся сетку на само фотоизображение. Точного определения им самим придуманной техники до сих пор не существует. Некоторые называют ее «клоуз-ап» – изображение, максимально приближенное к зрителю. Другие именуют пиксельным реализмом, сравнивая с увеличенными до крупного зерна фотографиями. Сам Клоуз называет эту технику «вязанием». Он с математической точностью расчерчивает холст на квадратики, намечает границы тональных переходов и кистью заполняет каждую ячейку красками. Проникнуть в суть ремесла художника не получится. Приблизишься к полотну, и портрет превратится в многоцветную абстракцию. Есть визуальная обманка, которую он использует для зрителей. Это небольшой принцип калейдоскопа, в котором каждый кусочек по отдельности фокусирует ваш взгляд в первую очередь. В данном случае это маски краски одного тона, близкого друг к другу тона. Это могут быть теплые красные, это может быть зеленый цвет. Они настолько близко друг к другу расположены, что взгляд ловит определенную оптическую иллюзию. То есть вы ничего не делаете, кроме как смотрите на маленький красный мазок. В дальнейшем они увеличиваются, само изображение увеличивается, эти кубики собираются в небольшую мозаику. И таким образом калейдоскоп собирается в портрет. Он построил свое творчество вокруг одного объекта человеческого лица. С годами менялся лишь способ передачи. Полароидные снимки, живопись, мозаика, жаккардовые гобелены создают полотна не с натуры, только по фотографии, месяцами добиваясь от модели нужного кадра. В объективе его камеры оказывались президенты США, музыканты, кинозвезды, без лести, ретуши и грима, живые портреты живых людей. Художник с детства страдает расстройством восприятия лиц. И портреты для него способ узнать и запомнить историю человека. У него идеальная фотографическая память на 2D изображение. То есть если художник видит что-то на листке бумаги, он может отвернуться от этого листка и полностью воспроизвести это изображение. Если же он говорит с живым человеком, и человек немного поворачивает свое лицо, для него это совершенно новое лицо, он не запоминает образы. Как он говорил, ему всегда бывает неудобно, когда к нему приходят родные, близкие, и он проводит с ними вечер, а наутро он не вспоминает, кто же были эти люди. А если же к нему приходит кто-то в студию, он просто улыбается и понимает, что, наверное, они должны быть здесь. Проводя ассоциации, Чак Лоу вспоминает лилипутов, которые забираются на лицо великана и исследуют пейзаж. О самом же художнике говорят, наблюдать за его работой все равно, что наблюдать за человеком, разгадывающим самый большой в мире кроссворд. По мере создания картины элементы объединяются, обретают смысл, превращая кроссворд в биографию. Алья Шерифольный, Сергей Скоридов, Новости культуры. Метод Чака Клоуза, если судить о нем придирчиво, это ручной фотошоп. И зачем нужен ручной, мучительно трудоемкий, если есть электронный, быстрый и эффективный? А затем, что подчинение безмозглой машине гарантированно не даст высокий художественный результат. При цифровой обработке ты выбираешь из того, что предлагается. Чак Клоуз предлагает сам, он создает. Он не портреты пишет по фотографии, он фотопортрет, им же выполненный, превращает в живописный пейзаж лица. А фотопортрет исчезает. С прочими известными гиперреалистами его роднит разве только то, что он пишет преимущественно портреты. Галеристу Гарри Татинцану известны особенности творчества Клоуза, которые выделяют его из ряда других представителей направления гиперреализм. Их за полвека народилось немало. Глядя на эти работы, невозможно не утверждать, что в них минимум выдумки, фантазии и максимум техники. То есть впечатление производит не замысел, а техника его исполнения. Нет темы, нет загадки. Или я просто не способен их разглядеть? Я думаю, часто загадок скрывается в том, что что-то понимаешь по словам загадка. Загадка – это когда ты смотришь и конфьюст. Ты не понимаешь, как на это смотреть. Нет точки зрения, как это можно оценить. Насколько я не понимаю этого объекта, что мне нужно, чтобы подготовиться, как я должен, где и что я должен прочитать, чтобы подойти к этому и сказать, да, это сделано большим человеком, великим дворцом, и это останется незыблемым в культуре следующие 25-30 лет. Но самое важное, когда меня спрашивают, как ты определяешь художника, в чем его важность? Я говорю, только в том, как он влияет на сознание следующего поколения. Я знаю, что по своему университетскому образованию Чарк Лоуса учитель стал художником, современным художником. А вообще, пока он не был парализован, он вообще рисовать умел? Он с самого начала рисовал. С самого начала ему предрекали, что он совершенно не понимает математику, физику, того, другое. И он выбрал, как не выбрал, а был вынужден заниматься тем, что кажется всем легко. Взять карандаш, ручку и начинать калякать. Самое интересное, нет критерия определения, хорошо это или плохо. Неважно, у кого ты учишься, неважно, насколько ты талантлив, бесталантлив, что произойдет с человеком и станет ли он большим художником, игнорируя все понимания о себе, что ты, кто ты, как, почему, иди тем путем, который ты ведешь. И я заметил, он явно наслаждается цветом, сочетанием цветов. У него масса цвета, масса оттенков. У него что, с цветом какие-то особые отношения? Нет, но мы знаем, что миллиардные суммы, триллионные суммы состоят из алгоритма девяти цифр. Или от нуля это десяти цифр. А цветов сколько? Мы подошли к этому. Это не имеет значения цвета, имеет значение способность идентифицировать их, как цвет, который возможно использовать в произведении искусства. На протяжении этих последних ста лет, когда появились цветные принты, и машинные принты, мы подошли к количеству цветов, используемых для принтинга. В 28, кажется, сейчас 36-38 нормально. Чак Клоус разработал литографические методы печати до 148 цветов. 148? 148. То есть можно предположить, что Чак Клоус владеет всеми 148 цветами легко? Он владеет и артикулирует, и это часть его вокабуляра. Мне кажется, что направление гиперреализма не самое уважаемое в современном искусстве. Вот это фотографически точное воспроизведение черт всегда, по-моему, презирали абсоксионисты и прочие концептуалисты. За счет чего все-таки такие, как Чак Клоус, поддерживают свою репутацию? Чак Клоус, в отличие от многих, которые просто хотят максимально точно изобразить того, кого видят, а в общем-таки сегодня добиваются банальные фотографы в своих фотостудиях, когда делают фотографии на паспорт, утратилась необходимость в людях, которые видят то, что видит любой другой человек. Чак Клоус – это один из немногих художников, который, в общем-таки, абстрагирует портретный жанр как таковой. Он добавляет и может добавить или не довести определенные данные человека, вот он изображает. Это не первая моя встреча с произведениями гиперреализма, в который раз я замечаю, что работы гиперреалистов почему-то всегда должны быть большими, крупными. Почему? Вы знаете, в 80-е, 90-е годы расплодили большое количество немецких, неудавшихся абсолютно итальянских гиперреалистов, и все превращалось в килограммометры. Кстати, это резко отразилось на искусстве достаточно туповатого китайского искусства в 90-е, особенно в 2000-е годы, когда люди хотели иметь самое большое, они продавали по весу, все самое большое, и, как правило, терялось качество, но терялось качество мысли. Есть человек не в состоянии создать рисунок, чем, кстати, отличаются великолепные художники-минималисты, как Солувейд, Розенквист и прочие. Они, как правило, создают жанровый рисунок, неважно какой, дизайнерский, тот другой, или тот же фотореализм, может быть, и увеличивают в размер того, в каком пространстве должно висеть, насколько должно впечатлять и насколько оно должно влиять на сознание видимого. Как правило, на все, что большое, ты подходишь, думаешь, а как это сделать? Вау! Это впечатляет. Так вот, есть недоразмеры и прочее, но в гиперреализме нарисовать большие лица, вы правы, этим отличаются китайцы, многие другие, немецкие, дедеревские художники, большая голова, длинные руки. В гиперреализме это выглядит так, вайлант, маскулинно. Гиперреализм, он утратил свою значимость в последнее время, потому что отсутствует интеллектуальная составляющая. Чего, кстати, вы не скажете по Чак-Клозу. Потому что каждая новая его работа, каждый год, новый год, как ни странно, вот ты смотришь в немощном теле, вроде и сознание должно чуть-чуть утрачивать свою актуальность, остроту. Год от года он делает все лучше и лучше работы. Эта галерея может вместить в себя любой размер, в любом количестве. Вы знаете, вот в этом плане наш размер не интересует. Мы хотели бы вместить, грубо говоря, в мой собственный мозг что-то интеллектуальное, неважно, сколько оно, но оно должно выглядеть как бриллиант. Спасибо, Гарри. Спасибо.